Третий этап 41-й конференции Рязанского отделения Коммунистической партии был проведен с единственной целью определиться, кто будет представлять КПРФ на выборах губернатора Рязанской области, которые состоятся 10 сентября. Единственным кандидатом, предложенным делегатами, стал Владимир Федоткин. Пост губернатора должен быть достаточно известный, достаточно раскрученный, опытный, авторитетный, подготовленный товарищ. Таким у вас сегодня является первый секретарь областного комитета. Несомненно, его уважают и в Центральном комитете, и, естественно, его поддерживает организация, если он у вас является первым секретарем. В Рязанской области нужно наводить порядок. Нужен честный, порядочный человек, которого знает в Рязанской области. Это Владимир Николаевич. Он и доктор наук. Он дважды возглавлял законодательное собрание Рязанской областной думы. У него огромнейший опыт. И, естественно, с командой, которую он подберет, они смогут решить эти проблемы. Большинством голосов выдвинутую кандидатуру поддержали. После окончания конференции Владимир Федоткин рассказал нам о тех проблемах, на решении которых планируется сделать акцент в предвыборной программе. Среди них проблемы в сфере ЖКХ, здравоохранения и образования. Возникает вопрос, почему у нас многие вопросы решаются хуже, чем в Владимирской области. Почему хуже, чем в Липецкой области. Они в таких же условиях страны находятся, как и мы. Значит, многое зависит не только от центра в Москве, но и от местной нашей власти, от региональной нашей власти. И здесь у нас специально есть предложение, по которым, я думаю, мы можем на свои плечи взять задачи и решить их. Также программа предполагает общую оценку состояния Рязанской области и ее долгов, включая предложения по промышленности и сельскому хозяйству. Напомним, выборы губернатора Рязанской области пройдут 10 сентября. И сейчас мы уже с уверенностью можем сказать, что все партии определились с кандидатами на пост главы региона.